всем привет сегодня очередная рыбалка очень интересная погода сегодня сильный сильный северный ветер порывы до 16 метров в секунду показывает по интернету по прогнозу погоды но он так и есть он очень сильный 7 метров в секунду показывает а порывы до 16 метров в секунду и очень интересно порыбачив такую погоду потому что карпятники которые много лет рыбачит они говорят то что в северный ветер карпа очень хорошо клюет вот хочу это проверить ну посмотрим у карпа как сами знаете всегда свое настроение и если не попробуешь но не узнаешь обязательно надо самому пробует приезжать смотреть потому что если не приезжать то непонятно будет потому что по словам если ориентироваться по слухам других людей то один одно говорит другой другой говорит поэтому всегда интересно самому на деле узнать и посмотреть так сейчас я заброшу снасти посмотрим вот так вот по традиции один крючок с горохом в кашу пшенная каша с манкой и один поводок спрячь чтобы он не запутался вот так вот и вот так будет на дне лежать и карп подойдет будет кушать засасывать и засосет или с каши или там допустим снаружи от каши крючок сейчас я эту снизу заброшу у камеры есть ветрозащита посмотрим как она работает сильный ветер так начну слева донки ставить слева направо и посмотрим как в такой ветер что получится вот так далеко не улетает потому что сильно парусит ветер хотел вообще стать так чтобы ветер в лицо был но не знаю при таком сильном ветре вообще как получится забрасывать там допустим не знаю вообще очень-очень сильный ветер прям волны большие ну ладно посмотрим то поменял стал туда где прям ветер прям лицо потому что опыт подсказывает то что так лучше и поклевка будет видна лучше потому что там ветер сбоку и он сильно леску натягивает то есть поклевка не видно будет а здесь если там допустим он пойдет берегу слабину даст упадет сразу а там он всегда натянуты будет если ветер сбоку поэтому пришлось поменять место капец ветер сильный вот эти пенопластики помогают чтобы увидеть поклевку ну то есть если этот пенопласт видно издалека и видно то что он болтается под кончиком удилища значит была поклевка слабину значит ало а так без него не увидишь леску и все капец там ветер сильно рыбалка рыбалкой обед по расписанию вот такую вот лепешку мне знакомые делают заехал купил у них очень вкусная это таджикская наверное блюдо не знаю но ребята с таджикистана знакомые вот такая вот лепешка здесь внутри помидоры есть сыр плавленый там мясо куриное классная вещь вот такая вот всем приятного аппетита продолжаю рыбачить поклевок пока не видно сильный сильный ветер я думал такой шторм будет хорошо клевать но почему-то мои подозрения не оправдались мои предположения не оправдались и пока поклевок не видно ну я думаю часик посижу полтора и место поменяю посмотрим может быть другом месте что-то будет клевать ладно приятного аппетита поем потом если поклевку будет включимся вот сзади по поводу этих пластиковых поплавков которые стоят на этих на удочках которые я ставлю пластиковые вот эти вот сигнализаторы сейчас я в тачке сижу и у меня там допустим донка на расстоянии от меня там ну 20-30 метров я с этого расстояния вижу этот пенопластик вижу то что он в каком положении находится и понимаю было ли поклевка нет так что очень удобно ну есть такие вопросы у некоторых для чего ты этот пенопласт ставишь вот для этого вот как тащит я прям издалека увидел как он тащил есть сработал сижу в машине кушаю никому не мешая блин потянулся сейчас сейчас мы тебя вытащим как тянет он он как тянет тихо дружок я тебя сейчас заберу пошел в левую сторону там камни везде ё-моё как его здесь взять то здесь везде камни везде камни здесь здесь надо быстро его вытаскивать потому что камни мелко там еще ё-моё надо придет сейчас обувь снять придется вот зайти наверно сейчас вот зайду потому что боюсь то что он здесь мелко вообще он как тянет он как разматывает сейчас засучу брюки так зашел воду иди сюда дружок иди сюда сейчас вот против волны идет против волны пошел не вижу его а вот он хороший карп ё-моё сейчас подключу еще леску о здоровый там есть есть я его взял есть есть отлично здоровый это самый большой засучил короче пришлось засучить брюки чтобы зайти вот он попался отлично вообще я сидел в машине кушал смотрю у меня поплавок ушел короче спиннинг сгибается уходит вообще обалдеть он как засекся хорошо так сейчас посмотрю на какой поплавок у адреналин классный адреналин аж руки трусятся так здесь у него это на тот получается попался на тот поводок который был воткнутый в кашу я покажу как зацепился ну-ка открою рот вот за нижнюю губу четко вот нижняя губа у него и его прямо воткнулся четко но такой не сходит уже здесь уже губа и конкретно засекся он он заставил меня по переживать вообще пипец вот самый здоровый до 3500 короче 3500 3 400 3 500 классно вообще вот что шторм творит то вот это да классный кар вообще вот так а так на вид такой еще не как будто он больше чем те ну да принципе на на целый килограмм больше чем два с половиной который был вообще классно штормовой карп вот такой вот классный сазан крутяк круто вообще класс блин да такая борьба была классная вообще круто что-то в сторону повело и положила леску положила была поклевка ушел вот там еще одна поклёвка бы там не сильно дергается он-то тонко то тонко не сильно дергается не знаю там тоже люди поклёвка есть но вот здесь что-то дергает он видно да он есть какая-то поклёвка рыбу надо пусть не так чтобы потом вытащить я мог сейчас опущу рыбу быстренько вот здесь вот получше место так иди дружище плыви там плавой видно то что что-то дергается тоже по ходу дела карась наверно сел здесь там что-то дает там не карась похудел а вы а карась нам просто крупный карась хорош завел еще за камень куда-то за камень там завел такой хороший карась классная рыбалка у третий раз подряд 3 рыбалка и сазан я вообще в шоке как так как так вообще сазан класс его на берег выловлен бедняжка он на берег вышел на кукан я его посадил вообще я короче я это невероятного действительно невероятно 3 3 день подряд я еду на рыбалку и третий день подряд я ловлю сазана третий раз вернее даже не третий день потому что один раз я ночь уже рыбачу последний раз это вообще невероятно то ли я везучий то ли чё но вообще я очень рад тому что мне дает возможность посейдон такую прекрасную возможность дает уже третий раз подряд такую рыбу я ловлю это овощи я в шоке и там он рыбаки стоят две машины они уже с утра сидят короче ни одной рыбы не поймали а я приехал буквально некоторое время там немного порыбачил у меня поклевка уже есть здесь тоже поклевка что ли кого-то поклевку было только что колокольчик зазвонил сейчас посмотрим я подозревал то что рыбу в шторм вот будет ходить возле берега на как я говорил кормовая базовым вымывается и рыба подходит сюда вот здесь видно то что леска ослабевает что-то дергается здесь тоже что ли карасел поход дела здесь тоже есть что-то раз посмотрим что-то в сторону ведет тоже по ходу дела караси да карась есть хороший крупный карась созданы сразу два карася следом вот эта рыбалка сегодня вообще класс вообще суперская рыбалка а я уже думал место поменять что ли что-то не клюет думаю сижу расстроенный такой сейчас настроение вообще улетела за бы небеса короче настроение улетела час это да вот это рыбалка сегодня супер здесь тоже что ли поклевка с этим ветром не поймешь сазан короче сначала потом два карася сразу подряд сейчас еще здесь поклевка что ли он не сказал выбивает вроде бы непонятно час я с этим сазаном выбежал шапка в машине осталось побежал увидел то что спиннинг чуть воду там не уходит ё-моё вот эта рыбалка сегодня пипец сейчас супер ветер с ума сходит конечно тихо классная рыбалка сегодня пипец все осталось здесь машине все побежал там все перезарядил эту снасть на которую сазан попался перезарядил ее недалеко бросаю потому что он недалеко клюнул вот буквально несколько метров от берега и посмотрим сейчас будет ли вторая поклевка класс до сих пор настроение супер такое сейчас вот вторую донку поставлю не вторую следующую донку поставлю рядом с этой донкой где была поклевка на сазана поставлю рядом и и потому что может быть так будет больше шансов поймать еще одну рыбу она крайне это донка на которую была сработка она крайне поэтому думаю то что может быть рыба с этой стороны подходит и на всякий случай тоже с этой стороны донку заброшу также недалекий заброс потому что поклёпка было недалеко от берега поэтому недалеко бросаю и смотрим палку надо хорошо воткнуть рогатину чтобы удочку не унесло а то утащит карп удочку утащит и все поэтому вот эта палка хорошо должна быть воткнута вот видно издалека издалека видно здесь леска была натянута она сейчас гуляет во все стороны не знают или за ветром может это из-за рыбы посмотрим сейчас какое сопротивление есть такое ощущение как будто там рыба есть но слабина была какая-то что-то вдавит там до карась есть карась вот с помощью поплавка я определил то что есть рыба потому что поплавок был леска была в натянутом положении за счет поплавка я это видел а потом он начал болтаться на ветру но видно то что леска слабо это говорит о том что там рыба есть вот как в данном случае о класс леска тоже натянута была но ослабла я посмотрим что там есть не ничего нету кашу съели на улице ветер капец там раздувает и раздувает там на дыре там не 16 метров в секунду там 116 метров в секунду в общем хочу показать сейчас музыку вырубил вот этот монтаж я тоже его использую тоже на него карпиков ловлю но здесь проблема в этом арбузике в чем в том что слишком легкое грузило здесь и я его забиваю кашей забрасываю и я не знаю как она падает то есть какой стороной вниз так как у нее центр тяжести посередине она падает там допустим я вот крючок втыкаю в кашу и она может упасть крючком вниз карп будет подходить будет обсасывать допустим этот арбузик и он не сможет заглотить потому что крючок будет снизу но вот это вот пружинка вот такая пружинка вот эта пружинка намного лучше почему потому что я знаю где центр тяжести у него внизу и я знаю то что она упадет на дно именно вот так вот поэтому я сейчас вот эту арбузик отрежу еще сегодня сильный ветер и вот когда есть ветер или течение вот этот арбузик его вносит сносит то есть невозможно натянуть леску и держать ее в натянутом состоянии а вот с помощью вот этого грузила который весит 60 грамм 60 или 70 грамм примерно удается даже вот в такой как сегодня шторм леску держать в натянутом состоянии видеть поклевку то есть но контролировать снасть а вот это если я сейчас буду рыбать что она будет бесконтрольно я не смогу не натянуть ее не увидеть поклевку но это будет очень сложно это вообще как бы не работает как это вяжется сейчас я вам покажу вот старую отрезаю старый монтаж так старый монтаж отрезаю поводки остаются те же самые они съемные поводки я делаю из плетенки плетенка 0 3 номера она очень мощная она выдержит до 30 килограмм нагрузку поэтому мне вполне этого хватает так вот этот стопорок не выбрасывайте потом я как-нибудь вам покажу как с помощью иголки от шприца можно ее заново использовать то есть и можно заново насадить на на вот это вот сейчас я вам покажу ну вот это стопорки китайские это вот стопорки так это грузила я снимаю как это стопорок не выбрасываем так насаживаем наш наш нашу пружинку с грузилом вот так вот продевается это будет пружинка скользящая важно скользящая чтобы было грузило это потом каким-нибудь я расскажу вам почему важно чтобы было скользящее это важно и помогает вытащить крупную рыбу и она не сходит так насаживаем наш стопорок сюда стопорок загнали на леску потом делаем узел у меня руки в каше если что иметь ввиду не помыл и их чуть не охота там под ветром ходить что-то дует сильно так вот здесь вот такой задир образуется от этой проволоки от стопорка поэтому его надо отрезать чтобы лишь лишний раз с травмированной леской там не иметь дело не дай бог еще из этого рыба идет потом делаем узел вот этот вот узел узел восьмерка обычный узел вот такой вот вот узел очень простейший узел такой такая петля получается вот такая петля на кончике стопорок вот этот резиновый благодаря этому стополку стопорку груз при забрасывании не разбивает вот этот узел то есть я как-то у меня был такой случай то что я вытащил карася у него был во рту крючок и именно в этом месте был оторван он кто-то видимо рыбачил и карась ему порвал или он как-то резко подсек его именно в этом месте порвалась потому что грузила разбивает вот этот узел если стопорка нет а если есть резиновый стопорок то уже как бы она этот более безопасно вот эта снасть так сейчас я покажу вот эти поводки они тоже таким же образом эти поводки я бы как-то показывал как их делать вот так вот эти поводки в петля в петлю одеваются и вот так вот продевается в ушко вот эту вот петельку крючок и получается вот наш монтаж готов то есть буквально несколько пару минут и крутой монтаж супер рабочий как вы видели карпов сазаны ловится карпов я ловлю с помощью этого монтажа сейчас еще второй поводок одену можно с одним поводком ловить можно с двумя как вам нравится я пока вот с двумя рыбачу мне нравится но говорят то что лучше с одним потому что второй поводок может он предатель он может зацепиться куда-то при вываживании и из-за этого можно рыбу потерять я рыбачу с двумя пока проблем не было как какая-нибудь проблема будет может быть будущем придется поменять этот метод ну ладно сейчас я заброшу это все и может быть еще какой-то карп попадется с ним рыбачим дальше на улице напомню шторм порывами ветра сегодня достигает 17 метров в секунду но это по прогнозу ветромера у меня нету ну посмотрим вот я из машины сижу контролирую у меня такие снасти которые я могу издалека контролировать и очень комфортно мне я не сижу там на ветру не этот не обдуваясь не проветриваясь вот так вот вот видел издалека то что провисла там на последней донке провис пенопласт он видно то что он провис скорее всего здесь какая-то поклевка была сейчас посмотрим да там что то есть карась пенопласт выручают вообще такую погоду только с помощью пенопласта можно увидеть поклевку колокольчик не слышно потому что ветер в ушах будет вот благодаря пенопласта я увидел то что была поклевка сейчас увидел издалека то что пенопласт висит не в ненатянутом положении его с очком взялся с рыба сошла так что пенопласт это классная вещь помогает он здесь какая-то поклевка было что-то дергалась здесь что-то есть на крючке чувствуется сейчас подсак возьму иди сюда за раз такое камни заводит вот он карась есть хорош есть хорошо дергал так я услышал как он извинит даже в такой ветер услышу как колокольчик звенит хорошо клевал такой карась классная рыбалка сегодня несмотря на то что шторм но мне на оборот а такая погода больше нравится как-то в такой погоду лучшую что ли не не знаю но видимо кислорода много не не знаю и форма много вымывается из берега и рыба подходит сюда вообще классный результат хороший вкусный чай вот в термосе взял с собой согреться сейчас один спинник что-то потянул вот смотрю из машины сижу потянул и оставила не знаю что делать идти проверять не идти проверять потому что леска на кем-то осталось так же не расслабила ничего потяжка была но этот леска не провисла поэтому вытаскивать не буду пускай стоит может это просто от волны сейчас вот эта донка что-то дергалась так активно я же издалека колокольчик слышал как он дергает а в карась попался вот так вот так что если захочет то и можно такую погоду и услышать его потому что в ушах ветер как бы не слышно покрывки ветер хороший цене рыбалка классная сейчас собираться буду надо ехать из получится завтра еще по приеду но там посмотрим по погоде как получится такой сазан попался хороший сегодня и караси еще плюс бонус из 5 к россии хороших вот таких вот где-то килограмм полтора килограмм карасей и сазану сазан сегодня вообще классный сазан трофейный его какой красавчик вообще сазан вообще отличный три с половиной килограмма но это пока один из самых больших в этом сезоне даже не один самых самый большой в этом сезоне класс ладно всем удачи и увидимся в следующем видео всем пока